27 января под вечер Натали сидела с сестрой в своей комнате, был накрыт стол, ждали хозяина. Уже в восьмом часу неожиданно, без доклада, вошел Донзас, по выражению его лица, было видно, что случилось что-то страшное и непоправимое. Пушкин. Два столетия он господствует и царит в нашей культуре. Цветаева иронизирует. Пушкин-тога, Пушкин-схима, Пушкин-мера, Пушкин-грань, Пушкин, 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 имя, популярное как брань. Каждый думает, что кое-что знает о Пушкине, о его жизни и смерти. Что-то там его молодая жена замутила с французом, а поэт ясное дело не стерпел, африканец-ревнивец, нарвался на дуэль и в итоге пал оклеветанный молдой. Комердинер Никита Козлов, принял из кареты тяжело раненого Пушкина, взял его как ребенка на руки и нес по лестнице. «Грустно тебе нести меня?» – спросил Пушкин. Умирающего больше всего беспокоят, что станут говорить о поведении его жены. Люди заедят ее, думая, что она была в эти минуты равнодушна. Пророчески замечает он. Он попросил моченой морожки, пусть жена меня покормит. Принесли кислую болотную ягоду. Она опустилась на колени, взяла в руки маленькую ложку, крепилась изо всех сил, но тут не выдержала, заплакала. Пушкин гладит ее по голове. «Ну-ну, ничего, слава Богу, все хорошо». И она поверила, как верила ему всегда. Выходит из кабинета, ободренно, и говорит собравшимся. «Вот вы увидите, он будет жив». А Пушкин именно в эти минуты отдает Богу душу. Отныне он недосягаем. Для клеветников и завистников, для кредиторов, для назойливой родни. А она... Она остается 24-летней вдовой с целым выводком детей, с многотысячными долгами и несмываемым пятном на репутации. В эти первые дни о ее роли в роковой дуэли не судит только ленивый. Вяземский припечатает. Пушкин стал жертвой бестактности своей жены и ее неумение вести себя. «Кто обвиняет в смерти Пушкина самого Пушкина?» Вот нет, интересно, есть такой человек или нет. Ведь Пушкин – он самый умный человек того времени. Он мог бы схватить ее в охапку, уехать от всего этого безобразия, сохранить жизнь ей и себе. Как-то никто на эту тему даже... Я понимаю, что можно по бабе говорить, что можно подумать, что у нее четверо вообще детей, на кого он их бросит. Старшей Маши – четыре, Рыжему Сашке – три. Гриша только недавно начал ходить, а Таше – всего восемь месяцев. В одном из писем Пушкина жене находим «Должно подумать о судьбе наших детей. Умри я сегодня, что с вами будет?» Мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане и еще на тесном петербургском кладбище, а не в церкви на просторе, как прилично порядочному человеку. Пушкин постоянно мечтал о бегстве из Петербурга. Не сумев вырваться сам, он завещает это своей жене. Уезжай на год или два в деревню. И два оправившиеся от болезни Гончарова тоже не видят другого выхода. Я решила, что не останусь в городе ни за какие сокровища в мире. К тому же ее торопят владельцы квартиры, освободившийся со смертью Пушкина, как хладнокровно пишет хозяин Петр Волконский, не хотелось бы терять времени для нужного ремонта в начале весны. Вот только куда ехать? Своего дома нет. Хлопота о наследствии растянутся на годы, пока придется возвращаться туда, где выросла в дом деда и брата на полотняный завод в Калужскую глушь. Я очень люблю Калужскую область. Это такой теплый, светлый, прекрасный мир. Там такие дивные реки, такие фантастические леса. В моей деревне есть так называемая Гончарихина поляна. По легенде, здесь была дача Гончарова, которая уже была построена в начале 19 века. От участка ничего, в общем, не осталось. Только такие рвы, где у них были погребы. Но сама Гончарихина поляна – это ромашки, колокольчики и земляника вокруг ели великолепные. Но это благословенный край. Когда-то Пушкин писал ей, «Боже мой, кабы заводы были мои, так меня бы в Петербург не заманили и московским калачом. Но так ли сладко возвращаться сюда тому, кто бежит от беды и не ведает, что ждет его в будущем?» Словно бы к ссылке, которую доженить бы отбывал Пушкин, теперь приговорили его вдову. Посмотрим на эту ситуацию из дня сегодняшнего. Юная красавица. Нашла себе потрясающего мужа. Жила и блистала в столице. Но вот стала героиней кровавой интриги. Авдовела и теперь бесславно возвращается в деревню. Какой плачевный итог. На этом существование пушкинской жены в рамках наших школьных познаний заканчивается. Зато в литературе начинается двухвековое судилище над ней. Причем показания дают почти исключительно свидетели обвинения. И каждый ее поступок, каждая в сердцах брошенная фраза рассматривается под увеличительным стеклом. Едва ли нам, как адвокатам в хорошем детективе, повезет найти для оправдания нашей подзащитной новые сенсационные факты или неизвестные ранее свидетельства. Но мы попробуем непредвзято посмотреть на уже известные, постараемся составить представление о ее жизненных ценностях и увидим, не было ли прозорливее всех пушкин, когда писал жене, «Ты, баба, умная и добрая». Много необычного есть в ее образе, который представляется нам обычно вот такой акварелью Брюлова. В общем-то. А на самом деле это был живой человек, здравый, с характером. В общем, эта фигура замечательная, но значительная, яркая. Здесь, в доме, где маленькая Наташа провела детство, к ней проще отнестись не как к экспонату в музейной витрине, а как к живому человеку. Что мы знаем о ней? Она была милой московской девочкой. Мать считала ее тихоней и все детство тиранила в свое удовольствие. Но образование Наташа получила приличное. Прекрасно говорила по-французски, играла на фортепиано, танцевала. Именно на детском балу в доме танцмейстера Петра Йогеля ее впервые увидел Пушкин. Наташи было 16. А в 18 она станет его женой, хозяйкой дома и объектом повышенного внимания, зависти и злословия. Пушкин женится на Гончарова, на бездушной красавице, записывает раздраженный современник. Юная жена так боится подвести мужа, ляпнуть что-нибудь не в попад, что старается помалкивать. Ну и такая немногословная, застенчивая, выросшая в провинциальной глуши Гончарова. Единодушно признана первой красавицей и звездой Петербурга. Конечно, Натали, как всякая красивая женщина, знала себе цену. Но женское тщеславие уравновешивалось у нее здоровой самоиродией. Свидетельница моя горничная, которая видела, что, уезжая на бал, я никогда не бывала довольна своей особой. И когда ее начинает обвинять, и когда сам Пушкин ей пишет, что ты кокетка, что ты не так себя ведешь в одном письме, в третьем, четвертом, в пятом, я так представляю, что она входит в зал, ну, словно неприлично здесь не подходит, но ей ничего не надо делать, ей просто надо войти, на нее смотрят, и получают от этого радость люди. А мужики сходятся вообще с ума. А поскольку он был ревнивый, она была ревнивая, и там было все очень сложно. Переписка супругов Пушкиных полна взаимных упрек. Со стороны мужа они иногда принимают настолько оскорбительную форму, что их невозможно процитировать. Натали не оставалась в долгу. Однажды наградила великого поэта пощечиной. Пушкин не без гордости делился этим с друзьями, у моей Мадонны тяжеленькая ручка. Для него это все милые шалости. А для нее? И это все при том, что госпожа Пушкина с ее осиной талии и легкой походкой почти постоянно на сносях. Мне очень интересно, как она переносила беременность, например. У некоторых это очень тяжело, очень. И все 70 месяцев муки. А если посчитать все ее беременности, то, боже мой, какой флифт. Биограф Пушкина Вересаев приводит рассказ Нащекина о том, как Пушкин плакал при первых родах и говорил, что убежит от вторых. Третьи в мае 35-го оказались особенно мучительными. А уже через 6 месяцев сестра Гончаровой докладывает брату, что Натали вновь беременна и находится в самом жалком состоянии. Они с Пушкиным прожили вместе 5 лет, 11 месяцев и 8 дней. И кроме 4 рожденных детей Натали носила еще одного, не родившегося. Юрий Михайлович Лотман подытожил. Его на все хватало, и всего ему еще не хватало. Того же он хотел и от жены. Ему нравилось, как она домовито хозяйничает, расчетливо спорит с книгопродавцами из-за денег, рожает детей одного за другим, блистает на балах. Он не задумывался, по силам ли это ей, московской барышне, вдруг ставшей женой первого поэта России, хозяйкой большого дома, всегда без денег, с дерзкими слугами, болеющими детьми, всегда или после родов, или в ожидании ребенка. С детства все за нее решала мать, потом муж, а теперь она оказалась на аванс-сцене под недобрым светом прожекторов. Отныне все и всегда ей предстояло решать самой. Нельзя было ошибаться ни в родительских, ни в хозяйственных вопросах, ни в защите интересов своих и детей. Из полотняных заводов вдова пишет в опекунский совет графу Вилигорскому. По форме это прошение, но по содержанию – крик души. Оставаясь полтора года с четырьмя детьми в имении брата моего, среди многочисленного семейства, или лучше сказать, многих семейств, быв принуждена входить в отношения с лицами посторонними, я нахожусь в положении слишком стеснительного для меня. Даже тягостно и неприятно. Несмотря на все усердие и дружбу моих родных, мне необходим свой Бог. Мне необходимо быть одной со своими детьми. Всего более желала бы я поселиться в той деревне, в которой жил несколько лет покойный муж мой, которую любил он особенно, близ которой погребенный прах его. Я говорю о селе Михайловском, находящемся по смерти его матери в общем владении, моих детей, их дяди и тетки. Я надеюсь, что сии последние примут с удовольствием всякое предложение попечительства, согласятся уступить нам свое право, согласятся доставить спокойный приют семейству их брата. Дадут мне возможность вводить моих сирот на могилу их отца и утверждать в юных сердцах их священную его память. Удивительно. Наталья Николаевна совершенно не связывает своих жизненных планов с царственным Петербургом. Неужели до конца дней увязнут в конвенциальной глуши это для нее предел мечтаний? Наверное, она была самодостаточным человеком. Еще есть такая порода людей, которым самой с собой хорошо, что там можно что-то найти для игры ума, для ощущения мира. И может быть, она была и счастливым человеком, потому что ведь счастливый человек, он очень часто бывает счастливым не из-за того, что у него идеальные обстоятельства были, потому что он Богу за каждый прожитый день благодарен, понимаете, и все. Петербург прекрасен, был и есть. Но именно здесь родились те мифы, те абсурдные обвинения, которые до сих пор неотделимы от ее имени. Сейчас мы рассмотрим их одно за другим. Вот что любопытно. Когда после бегства из столицы Натали с детьми приедет в имение брата, она поселится не в большом господском доме, а в так называемом Красном, там, где прежде останавливалась вместе с мужем. Тоскует? Хочет воскресить прошлое? Не потому ли она собирает на своей полке все издания его книг? Я выписала сюда все его сочинения и пыталась их читать. Но у меня не хватило мужества. Читать его все равно, что слышать его голос. А это так тяжело. Так что же, любила или нет Гончарова своего невероятного мужа? У нас очень любят вообще выяснять, любят он ее или не любят, или это временно, как будто это можно измерить, как будто люди изобрели такой прибор физики. Ты подошел, либо это позыв к сексу, или это великая шекспировская страсть. И ты с собой-то договориться не можешь, а ты будешь судить за чужих вообще людей, что там было и как там было. Как известно, Пушкин сватался к Натали дважды. В первый раз ее мать не дала определенного ответа. Она была не в восторге от такого жениха, но через год все-таки согласилась. Их венчание происходило здесь, в московском храме Вознесения у Никитских ворот. Во время совершения таинства кольцо Пушкина упало на пол, потом у него в руках погасла венчальная свеча, по неволе поверишь в дурные приметы. Утверждают, что Гончарова мать противилась браку своей дочери, вспоминает современница, но что молодая девушка ее склонила, она кажется очень увлеченной своим женихом. Выдающийся пушкинист Валентин Непомнящий сформулировал удивительный парадокс. Мы верим Пушкину во всем, и только в вопросе о жене, с которой он прожил шесть лет, не все признают его компетентным. С будущей течей Натальей Ивановной Пушкин вел себя, как и всякий умный мужчина. Писал ей приторно-вежливые и покаянные письма, а на полях черновика рисовал довольно злые и очень похожие карикатуры. За что в основном нас не любит мать, что она была против брака с Пушкиным. Здесь абсолютно здесь все ясно нашему современнику. Надо только учесть, что он был бритер, картежник и жуткий бабник. Недаром же говорили Венера с вулканом рядом. ее можно понять, понимаете, что же особенного. Стать женой человека трудного, ни на кого не похожего. Для Натали это был обдуманный выбор. И бремя ответственности за него она несла не перед людьми, а перед Богом. Всю жизнь до самой смерти она станет держать особый пост по пятницам в день смерти Пушкина и именно его, а не безутешного второго мужа она в беспамятстве будет звать Умирая. Кукла Этот ярлык не дрогнувший рукой вешает на Гончарова Марина Цветаева сама с избытком хлебнувшая в жизни горе. Просто красавица без корректива ума, души и сердце пишет Цветаева тяга Пушкина к Гончаровой тяга гения переполненности к пустому месту он хотел нуль ибо сам был все. Так рождаются обвинения основанные на эмоциях а что говорят факты Софья Карамзина дочь великого русского историка писала брату Андрею какой она нашла Наталью Николаевну 30 января на другой день после смерти Пушкина В субботу вечером видела я несчастную Натали не могу передать тебе какое раздирающее душу впечатление она на меня произвела настоящий призрак и при этом взгляд ее блуждал а выражение лица было столь невыразимо жалкое что на нее невозможно было смотреть бессердечные боли она тотчас же меня спросила вы видели лицо моего мужа сразу после смерти у него было такое безмятежное выражение лоб его был так спокоен а улыбка такая добрая не правда ли это было выражение счастья удовлетворенности к сказанному по-французски она добавила по-русски он увидел что там хорошо высказав это она стала судорожно рыдать вся содрогаясь нервные конвульсии были так сильны что изгибали несчастную дугой так что пятки касались головы в качестве успокоительного средства врачи прописали гончаровой курение это странное лекарство погубит ее легкие и до срока сведет в могилу после похорон она раздала ближайшим друзьям Пушкина некоторые из его вещей хочет поскорее избавиться от памяти о нем вынесла вердикт общественность саму поспешность сборов и отъезда из Петербурга ей тоже поставили в длину она уже не была достаточно печальной слишком много занималась укладкой и не казалась особенно огорченной с притворным сожалением записывает все та же Софья Карамзина так вот чем провинилась вдова Пушкина перед его почитателями она не торговала своей скорбью не выставляла ее на показ не выступала с лекциями не позировала для истории на фоне покойного мужа она посвятила свою жизнь его детям и сделала это с такой полнотой самоотверженностью и серьезностью что остается только поражаться злые языки называли ее кружевной душой намекали что за фасадом ее красоты нет никакого настоящего содержания а она не возражая не оправдываясь сумела в тревогах и трудах материнства найти неиссякающий источник жизни и радости именно это называют призванием и вы знаете ну опять для меня лично встреча с такими женщинами которые вот как мне одна из таких женщин сказала я всегда хотела работать мамой и для меня вот ценности этих встреч на уровне тех встреч когда я имел счастье встретиться с несколькими настоящими святыми людьми пушкин который избегал присутствовать при рождении своих детей теперь жил в них поминутно напоминая о себе эти четверо такие разные словно поделили между собой черты отца каждый воплотил какую-то часть его многогранной личности превратив ее в личную судьбу старшей была маша имя она получила в честь бабки пушкина марии ганнибал в 9 лет она свободно говорила писала и читала по-немецки и по-французски делала большие успехи на фортепиано после окончания института удостоилась чести стать фрейлиной императрицей ее полной тезки марии александровны супруги александра Маша неприлично долго оставалась незамужней вышла замуж в 28 через 17 лет произошла трагедия муж Гартунг был обвинен в растрате и покончил с собой детей у них не было и тогда вдова Гартунг стала растить осиротевших детей брата которых было ни много ни мало 11 человек еще одна удивительная особенность этой семьи женщины в ней играли в шахматы Пушкин очень уважал эту игру и часто говаривал что шахматы непременно нужны во всяком благоустроенном семействе прилежная Наталья Николаевна не просто выучилась она стала одной из лучших шахматисток Петербурга и теперь в деревенской глуши обучала в великой игре в фашу культура и отдельное ее проявление там живопись музыка архитектура это все исключительно для детей для того чтобы воспитывать их вкус для того чтобы они задавали вопрос для того чтобы взрослые им отвечали все многообразие мира его красота это Богом сделано только для детей чтобы глядя на всю эту красоту созданную Богом и людьми дети вырастали в прекрасных людей вот какая цель божества и вот такие гениальные люди как Наталья Николаевна они это и почувствовали и познали и этому послужили старший из братьев Александр сделал блестящую карьеру Пушкин говорил знавал я трех царей его сыну досталось жить при четырех императорах двух Николаях и двух Александрах последний был полным тезкой Саши Александр Александрович со всеми царями ему удавалось поладить в этом смысле сын был покладистый отца Александр Николаевич назначил его своим флидель адъютантом и наградил орденом святого Владимира при Александре Александровиче Пушкин младший уже генерал лейтенант и тайный советник он занимает почетные гражданские должности и даже руководит развитием женского образования да 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 послужив отечеству отличившись на войне и в мирной жизни в 1896 году он станет участником коронации нового императора Николая второго а из жизни он уйдет в 1914 в день начала Первой мировой войны младший брат Григорий вырос в тени успехов старшего он также закончил пажеский корпус но в генералы не пробился вышел в отставку в чине полковника именно ему довелось осуществить мечту матери поселиться в Михайловском он сбежал туда в глушь подальше от пересудов вместе со своей француженкой была она мягко говоря из простых в жены дворянину не очень годилась соседи вежливо называли ее подругой Пушкина и объясняли присутствие в доме холостяка тем что она скрашивает его уединение в Михайловском Григорий Пушкин создал первый мемориальный кабинет отца по сути прообраз всех будущих пушкинских музеев а хорошая семья была вот по детям видно действительно ведь все четыре прожили очень большую жизнь ну Григорий немножко раньше вот умер а так все восемьдесят восемьдесят семьдесят с гаком и как следует причем все очень достойные больше всего хлопот матери доставила та кому суждено было соединить род Пушкиных с ветвями виднейших королевских династий Европы младшая дочь Пушкина Наталья дома ее называли Таша унаследовала красоту матери и темперамент отца эта гремучая смесь стала причиной совершенно невероятной судьбы полной страстей и неожиданных поворотов первый раз она собралась замуж в четырнадцать матери с трудом удалось обуздать пылкую дочь но ненадолго в семнадцать Таша приняла предложение сына жандармского генерала Михаила Дубельта Наталья Николаевна в отчаянии пишет князю Петру Вяземскому быстро перешла обесенок Таша из детства в зрелый возраст но делать нечего судьбу не обойдешь вот уже год борюсь с ней наконец покорилась воле Божьей и нетерпению Дубельта кстати Дубель живет в квартире где прежде жили Пушкин в гости к жениху Таша ходит по той самой лестнице по которой несли смертельно раненого отца Три Натальи подряд бабушка мать и дочь все три роковые красавицы у каждой любовные страсти вихрем пронеслись по судьбе переворачивая все вверх дном Наталью Ивановну в свое время поспешно выдали замуж за Гончарова чтобы избавить от ее чар императора красота Натальи Николаевны привела к дуэли ну и младший еще покажет себя вот каковы эти Наташи с тревогой будет наблюдать Наталья Гончарова как рушится жизнь ее дочери я так сказать даже специалист по этому вопросу потому что именно на Наталье так сказать и я себе не раз поскользнулся и обломал не один звук и все основные мои лирические героини скажем так все Натальи практически почти за исключением нескольких Ирин это имя конечно с какой-то определенной тайной мало того что полковник Дубельт просаживает все деньги за игорным столом он еще дико ревнует красавицу жену бьет ее по лицу и кричит не помня себя вот что для меня твоя красота не с пушкинским характером выносить подобное обращение и Таша совершает безоглядный шаг бросив детей бежит от мужа за границу там случай сводит ее с немецким принцем Николаем Вильгельмом на сал вскоре она станет его марганетической женой ради дочери Пушкина принц откажется от прав на люксембургский престол одна из заграничных знакомых пишет в Петербург Достоевскому так странно видеть детище нашего полубога замужем за немцем но все эти события еще впереди а пока скитанием семейства пришел конец судьба сжалилась над Гончарова и послала ей избавителя в канун Рождества 1841 года Гончарова зашла в английский магазин игрушек за подарками детям в то же время в тот же магазин с той же целью заглянул еще один чадолюбивый родитель российский император со времени гибели Пушкина они с Натальей Николаевной не виделись между ними состоялся любезный разговор о жизни о том о сен и так сложилось что вскоре после этой случайной встречи Гончарова с детьми вернулась в Петербург причем по общему мнению ее красота с годами не только не померкла но еще больше расцвела на одном из балов государь за руку подвел Гончарова к императрице и сказал смотрите и восхищайтесь восхищались еще как к ней посватался князь Голицын обладатель огромного состояния он готов был обо всем позаботиться комфортно устроить ее в столице а детей отдать в элитные учебные заведения с постоянным проживанием чтобы не мешали его счастью с красавицей мамой Гончарова отвечала с поистине пушкинской афористичностью кому не нужны мои дети тот мне не муж и правильно найдется тот кому дети не будут помехой он такой один однополчанин брата Петр Петрович Ланской бог вел Пушкину и Ланского навстречу друг другу замысловатым путем сперва Петр Петрович подружился на водах с братом Натали Иваном Николаевичем когда Ланской собрался возвращаться в Петербург Гончаров попросил друга доставить сестре письмо и посылку первый визит в дом будущей жены казался данью вежливости но их внучка впоследствии вспоминая об этом дне безжалостно констатирует бабушка была в черном бархатном платье такая красивая убитая горем что дед сразу в нее влюбился что она хотел доброго незлого спокойного человека Господь ей дал его а еще он был порядочным сентиментальным и верным он стал часто бывать у Гончаровой в надежде на какое-нибудь чудо весной 44-го года Наталья Николаевна неловко вставала с кушетки и подвернула ногу как кстати это был прекрасный повод навещать ее ежедневно не нарушая приличий Лонской давно был готов просить руки красавицы но он был честен и беден человек ответственный он понимал каким плачевным будет итог если к ее нищете прибавить его безденежье и тут в нашей истории вновь сказал свое слово русский царь недаром он написал умирающему Пушкину о жене и детях не беспокойся я беру их на свои руки он устроил ее судьбу дав Лонскому хорошее место и положив хороший оклад и действительно она уже могла чувствовать себя прочно по бытовому по бытовому отношению винить ее за то что она вышла замуж после смерти Пушкина это идиотизм просто просто идиотизм как Пушкин не прекрасен но в качестве мужа прости меня я уверен что слонским она была просто спокойнее и даже может быть счастливее чем Пушкина чем же объясняет царские милости догадливый потомок видимо между ними что-то было даже добросовестный биограф Пушкина Гересаев допускает что у Николая завязались с Натальей Николаевной очень нежные отношения результаты которых пришлось покрыть браком с покладистым ланским источником этих сплетен являются либо люди заинтересованные в искажении истины как Дантес либо просто вздорные все остальные приводимые ими факты давно опровергнуты и лишь эта гадкая версия оказалась живучей зато те кто сам ни в чем не замазан гораздо глубже видели и лучше понимали Гончарова например знаменитый священник Василий Бажанов ее духовник называл ее ангелом чистоты да в отличие от сестры которая вышла замуж за Дантеса и жила в Эльзасе я был на ее могиле кстати и там любопытно что сам дом Дантеса превращен в отель который называется Пушкин и входишь и над конторкой значит портье весят портреты Пушкина и Натали а не Дантеса отнюдь и залы для гостевые так и называются Натали Александр и Екатерина Екатерина жена Дантеса так что в этом родовом Дантесовском гнезде так сказать бизнес делается именно Александре Сергеевиче сейчас А Натали ведь и она могла бы сделать выгодную партию стать например княгиней Голицыной получить достойную ее красоты драгоценную оправу Вот в наши дни многие не считают постыдным торговать выигрышной внешностью разменивать ее на славу и богатство Не приходится ли признать что Наталья Николаевна за свою редкую красоту в итоге не получила для себя почти ничего что это проявление глупости или святости понимаете понимаете она не получила ничего с обывательской точки зрения потому что красота очень редкая вещь она была до самого последнего своего часа прекрасна мы можем судить по ее портретам и фотографии даже последние во всяком случае она не забыта она участница серьезной драмы настоящей драмы драмы которая была разыграна самим богом и она-то была главным действующим лицом а главное она сумела создать для себя мужа и детей островов покоя и человечности она смеялась мое призвание быть директрисой детского приюта бог посылает мне детей со всех сторон во втором браке у нее родилось три дочери но кроме семи собственных в семье рос племянник Ланского Павел и сын сестры Пушкина Левушка проводил у них все каникулы и выходные и сын на Щекиных семья которого оставалась в Москве детвора постоянно носилась по комнатам визжала перекликалась как в лесу и вообще радовалась жизни сотрясая стены дома я никогда не могла понять как могут надоедать шум и шалость детей как бы то ни была печально невольно не забываешь об этом видя их счастливыми и довольными с ребенком за ребенком она раскрывала а лучше сказать писала свою книгу жизни и понимала что она становится все более и более счастлива она вот жила благодатью Божией которая на нее изливалась с каждым согретым ребеночком последний раз она появилась в обществе зимой 62-го 63-го года ради светского дебюта дочери Али 50-летняя мать сменила черное платье на серое она была по-прежнему прекрасна но следы болезни легко читались на ее лице 3-го октября 1863-го года у рыжего Сашки Александра Александровича Пушкина родился первый сын после трех девочек его появления ждали с особым нетерпением Наталью Николаевну позвали на Кристины внука в Москву Ланской уговаривал не ездить врач предупреждал его запомните мои слова самая легкая простуда унесет ее как осенний лист но она поехала уже на обратном пути сильно простудилась вскоре после возвращения началось воспаление легких смерть ее как и жизнь оказалась тесно связана с детьми унесет врачи врачи футбол и врачи футбол и самую долгий век бог отмерил старшую из ее дочерей существует московское предание что в первые послереволюционные годы у памятника Пушкину на Тверской, часто видели нищую старуху с букетиком цветов. Это была дочь поэта Мария Гартунг. Старость у нее получилась безрадостной, одинокой и голодной. Посвященные в тайну этой старухи хлопотали перед новой властью о пенсии для нее. Когда вопрос наконец решился, оказалось, что дочь Пушкина только что умерла. Так что на долгожданную пенсию, так ни разу ею и не полученную, ее и похоронили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok